МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. Здравствуйте, Ярослав Юрьевич. Добрый день, Сергей. Большое соглашение между Министерством связи массовых коммуникаций, опять же, Ростелеком подписано. Каковы цели данного соглашения? Основные цели – это устранение цифрового неравенства. В первую очередь это касается населенных пунктов численностью от 250 до 500 проживающих зарегистрированных жителей. Таких населенных пунктов на территории Тульской области у нас 224. И планируется, что где-то до 2018 года интернет, соответственно, дойдет до данных населенных пунктов. Это первый раздел соглашения. И второй раздел соглашения касается замены аналоговых телефонных станций на населенных пунктах свыше 500 жителей на цифровые. Соответственно, таких населенных пунктов у нас 211. Соответственно, что это даст? Первое. Получается, что магистральный кабель, по сути дела, инфраструктура высокоскоростного интернета приходит в населенный пункт. Можно сравнить с водопроводом, с газопроводом. Инфраструктура пришла. Далее, соответственно, необходимо, в рамках проекта предоставляется точка коллективного доступа. По сути дела, это Wi-Fi доступ в радиусе где-то 150 метров. Далее, это, безусловно, задача населения сформировать заявки и подключиться к интернету. Ну, а замена цифровых телефонных станций, это, понятно, качественные услуги связи по телефону, ну и также, соответственно, возможность получения услуг интернета. Ирослав Юрьевич, мы снимали небольшой сюжет об этом подписании и предлагаю вашему вниманию посмотреть сейчас небольшой сюжет на эту тему. В некоторых районах Тульской области появится социальный интернет-тариф. Это один из пунктов соглашения, подписанного правительством Тульской области, министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и компанией Ростелеком. Цель документа – обеспечить всех жителей области современными услугами связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Для этого планируется продолжить строительство каналов связи. По условиям соглашения, в населенные пункты, всего в списке их более 200, где живет до 500 человек, будут установлены точки доступа в интернет по социальному тарифу. 45 рублей в месяц на скорости 10 мегабит в секунду. Еще в 200 населенных пунктах численностью более 500 человек модернизирует сеть. Новая эпоха с точки зрения подключения малых населенных пунктов на территории Тульской области. Я специально посмотрел 435 населенных пунктов вот здесь вот в той папке, которую мы сейчас подписывали. Это совершенно конкретные названия деревень, поселков, это совершенно конкретные люди, которые проживают в этих населенных пунктах. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что та задача, которую поставил президент в своем ежегодном послании 1 декабря, она сфокусирована на подключении учреждений здравоохранения, не может быть выполнена без того, что мы протащим волоконно-оптические линии связи вот до таких, в том числе, небольших населенных пунктов. То есть мы можем говорить, что в принципе для всех жителей региона доступ к интернету станет доступен? Ну, большим числом. Ну вот именно вот этот социальный тариф, он коснется вот тех населенных пунктов, о которых вы сказали? Да, социальный тариф идет именно в пунктах, 224 населенных пункта, где будут точки УЦН. Правильно, это 45 рублей в месяц, либо полтора рубля в день. Ирислав Юрьевич, ну можно говорить, что в перспективе потом, помимо этих точек, уже у людей появится кабель интернет? Безусловно, соответственно, чтобы кабель появился, первое, это необходимо желание. Ну и нужно понимать, что это все равно не будет бесплатно, какой-то инсталляционный платеж необходимо будет заплатить. Как раз это один из вопросов на встрече Алексея Геннадьевича, на встрече вместе с президентом компании Ростелеком Сергеем Борисовичем Калугиным обсуждался. Это именно сокращение стоимости подключения населения в случае, если уже инфраструктура готова. Ростелеком обещал здесь максимально проработать данный вопрос, чтобы именно жителям было более комфортно подключиться к интернету даже вот в отдаленных населенных пунктах. Соответственно, основным провайдером у нас получается Ростелеком будет в области. По конкурсным процедурам, которые объявила Минкомсвязь на реализацию проекта, на основе конкурсных процедур определена компания Ростелеком. Она реализует проект устранения цифрового неравенства. Можно сказать, что компания Ростелеком на текущий момент обладает максимальной сетью покрытия на территории Тульской области, но и также на территории Российской Федерации. Поэтому они, скорее всего, конкурсные процедуры проводили Минкомсвязь, критерий, к сожалению, не знаю. У нас также с компанией Ростелеком есть контракт на построение единой коммуникационной сети. Мы с 2013 года этот проект реализуем. И уже в 356 населенных пунктов мы также дошли. У нас основная цель, первая цель – это подключение социально значимых объектов, школы, детские сады, администрации, клубы, библиотеки. А далее, безусловно, мы также, как и в рамках проекта устранения цифрового неравенства, даем инфраструктуру. Мы приходим в населенный пункт магистральным оптическим кабелем, которым уже дальше, соответственно, позволяет жителям подключаться. В каждом конкретном населенном пункте мы отрабатываем индивидуально, с жителями работаем именно и по снижению стоимости подключения, и формирование, как говорится, списка желающих. Кто хочет подключиться, реально хочет подключиться. После реализации проекта, что нужно будет сделать простому жителю для того, чтобы у него появился интернет? Технически? Да, технически. На самом деле, одному жителю, наверное, это будет не очень удобно. Конечно, необходимо собрать сход в населенном пункте и определить список желающих. Кто конкретно хочет подключить интернет, воспользоваться интернетом, цифровым телевидением, дополнительными услугами связи. Там также пакет можно выбирать. Сформировать коллективную заявку. Чем больше будет число жителей, тем стоимость подключения будет меньше. Соответственно, тем меньше будет абанинская плата. По сути дела, сформировать заявку, направить ее либо в компанию Ростелеком, либо к нам в министерство. Мы ее, как говорится, на руках пронесем все необходимые этапы и будем содействовать реализации. Ну, что здесь я еще хочу также отметить. С 2017 года, уже в проектах 2017 года в народный бюджет внесено возможность, соответственно, собирать, реализовывать за счет народного бюджета как раз построение внутренней поселковой сети связи. Поэтому здесь также я жителей призываю входить в народный бюджет уже на 2018 год с целью реализации и построения сети связи внутри поселка за счет программы народный бюджет. Здесь это тоже немаловажно. А есть какое-то минимальное количество граждан, после которого рассматривается, допустим, 10 человек подали и не будет рассматриваться? Ну, все зависит. Первое, это география населенного пункта и география этих желающих. Так, конечно, с точки зрения стоимости телекоменционного оборудования оптимально это порядка 30 плюс. И далее. Да, и далее. Также мы рассматриваем альтернативные технологии, ну и надеемся, соответственно, в рамках обещания компании Ростелеком мы сможем эту цифру также снизить количество желающих, потому что не всегда необходимо там 30. Ну, хотя, по сути дела, если населенный пункт от 250, то уж 30 человек, скорее всего, есть, тем более есть дети, необходимо получать знания, воспользоваться электронным дневником, госуслуги также необходимы. Все-таки вот о каких сроках идет разговор, вот реализация проекта полностью? Ну, проект на самом деле на территории Тульской области он уже реализовывается. Могу сказать, что во всех населенных пунктах от 500 цифровые телефонные станции уже стоят. В населенных пунктах от 250 до 500 в количестве 129 уже есть данные точки доступа. По сути дела, нам остался финальный шаг 95 населенных пунктов, они запланированы на 17-18 года. Информацию о этих населенных пунктах можно посмотреть на портале «Открытый регион», извиняюсь, «Открытые данные» в разделе «Информатизация и связь». Там есть прям отдельный раздел «Устранение цифрового неравенства», где есть пункты, которые уже построены и которые будут построены. Сейчас прервемся на короткий перерыв, небольшую рекламу и потом вернемся к разговору о точечном уже подключении. В эфире программа «Особое мнение». У нас в гостях министр по информатизации и связи вопросом открытого управления Тульской области Ярослав Раков. Ярослав Юрьевич, Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о том, что за два года все больницы и поликлиники должны подключены быть к интернету. У нас эта программа уже ведется давно. На сегодняшний день сколько осталось подключить и, может быть, где поменять на более скоростной интернет? У нас на текущий момент, если говорить в конкретных цифрах, не подключено две амбулатории, два бюро судебно-медицинской экспертизы и два кабинета врачей общей практики. Это запланировано на 2017 год, но мы пошли дальше. В 2017 году мы также подключим все фельдшерско-акушерские пункты для того, чтобы как раз в своем послании Владимир Владимирович Путин говорил, а для чего это нужно. Первое – это объединение всех медицинских учреждений в одну большую сеть, а также для оказания телемедицинских услуг. На территории Тульской области уже это реализуется. У нас все учреждения здравоохранения подключены и имеют телемедицинские комплексы. И активно этим пользуются. Уже больше 25 тысяч минут с начала года сеансов было. Соответственно, телемедицинских – это между учреждениями здравоохранения. Поэтому мы активно в данном проекте участвуем и идем даже чуть-чуть на опережение и дальше. Мы смотрим именно уже фельдшерско-акушерские пункты для того, чтобы эффективная, качественная медицина и возможность получения телемедицинских удаленных консультаций высококвалифицированных врачей даже на территории фельдшерско-акушерских пунктов. – Федор Федорович, подключение медицинских учреждений. Некоторые думают, что если ты приходишь в поликлинику или в больницу, то там где-то тебе Wi-Fi раздается. Так ли это? – Нет. Но основная задача – это, конечно, объединение всех медицинских учреждений в одну большую сеть для обмена специализированной информацией, медицинской информацией. Медицинская информация, ну, помимо персональных данных, это есть так называемая врачебная тайна. И вся передача, ну, как говорится, осуществляется по защищенным каналам связи, которые осуществляются средствами сертифицированными, регуляторами. – Поэтому никакого там Wi-Fi нет. Ну, каждое учреждение может как гостевое Wi-Fi раздавать, но это совершенно отдельная сеть, не имеющая даже близко, как говорится, к сети, как к телемедицинской, как и внутренней сети инфраструктуры. Поэтому такое, как лечить по Яндексу, как говорится, здесь не подразумевается. – Но это вот и называется проектом «Электронная больница» или этот проект еще осуществляется пока? – Ну, совершенству нет предела, соответственно, все новые и новые возможности, как технические, как и информационные средства появляются на рынке. И поэтому я не думаю, что это будет такой некий бесконечный процесс по улучшению. Сейчас запись на прием к врачу, введение электронной медицинской карты уже реализовано на территории Тульской области. И там далее, ну, а не специализированный модуль, то, что вот именно для граждан. Поэтому будем дальше реализовывать это. – Сафирыч, мы традиционно делаем опрос у наших жителей на улицах города. Вот предлагаю вашему вниманию посмотреть отношения наших жителей просто к интернету, к скорости, к его цене. – Цена хорошая, адекватная, интернетом пользуюсь каждый день. Но без интернета я не представляю уже, в принципе. – Как считаете, интернет должен быть бесплатным? – Ну, должен, конечно. Но если у меня будет платный, я не буду грустить. – Интернетом не пользуемся, и цена его вообще нас не интересует, в принципе. И предпочитаем не цифровые источники информации. – Каждый день пользуюсь, конечно же. Думаю, что можно и подешевле сделать, тем более, что зарплаты не увеличиваются особо. Мы как бы больше тратим. – Пользуюсь целый день, круглосуточно. – Цена нормальная. Не считаю ни дороже, ни дешевле. Ну, нормально. У нас рублей 600 мы платим за интернет вместе с телевидением. Пользуемся все. Сын студент, муж фильмы качает. Я бухгалтером работаю. То есть мы все круглосуточно. – А нужно ли интернет быть социальным? Может быть, вообще бесплатным? – Может быть, для студентов в институте, кто в общежитии живет. – Интернетом пользуюсь каждый день, по многу часов. Ну, и дешевле, конечно, хотелось бы. Единственное, в чем недостаток, в частном секторе практически нет высокоскоростного интернета. – Ну, вот у нас, оказывается, единственный недостаток, то, что в частном секторе нет скоростного интернета. – Действительно, это так. Даже на территории города Тула сталкиваются жители с тем, что частный сектор, ну, возможность получения кабельного интернета, она действительно ограничена. Но жителям областного центра повезло. У нас на территории есть четыре сотовых оператора, плюс это только сотовых компаний, плюс беспроводной оператор связи, которые достаточно эффективно покрывают территорию. Областного центра просто нужно выбрать оператора, и там также неплохие скорости, но для просмотра тех же самых фильмов их достаточно. Но, безусловно, технологии развиваются, надеемся, что так же они придут и на территорию Тульской области. Поэтому 5G уже не за горами. В Голландии, по-моему, уже провели тестирование. Поэтому надеемся, что скоро это дойдет и до нас. Ярослав Юрьевич, ну, а вот эта конкуренция, которая между провайдерами, вообще, в принципе, можем же говорить о том, что цена будет падать постоянно на интернет, может быть, он действительно когда-то станет бесплатным? Ну, станет бесплатный, возможно, а, соответственно, скорее всего, станут платными какие-то сервисы. Но нужно понимать, что интернет – это, как говорится, неприхоть провайдера. Там достаточно сложные технологические процессы, достаточно сложное оборудование, необходимость поддержания, соответственно, бригады реагирования, ремонтные бригады, резервирование, оплата электроэнергии. По сути дела, чтобы стал бесплатный интернет, должно быть стать бесплатная электроэнергия, бесплатная рабочая сила, бесплатное оборудование. Ну, это то же самое, что бесплатная вода, бесплатный газ, бесплатное электричество. Интернет – это инфраструктура. Ее можно расценивать как тепло в батареях, как газ, соответственно, в газовой плите, поэтому он может быть бесплатный, но тогда будут, соответственно, другие сервисы входить, когда уже скачай фильм, обязательно заплати, посмотреть там какой-нибудь ролик, обязательно заплати, в любом случае он будет как-то монетизироваться. — В Тольском регионе 5 музеев-усадеб, которые достаточно отдалены от центра, вот что-то по поводу интернета туда провести, ведутся разговоры? — Да, соответственно, как раз с таким предложением выступил губернатор Тольской области Алексей Иванович Дюмин, обратился к президенту по Ростелеком, рассмотреть возможность как социальный проект компании Ростелеком подключить усадьбы, входящие в проект русские усадьбы. — Ну, Сергей Борисович положительно оценил, вот ждем ближайшие дни, соответственно, расчеты по срокам, когда они готовы будут. Ну, понятно, зимний период, земля уже, как говорится, замерзла, оптический кабель прокладывается температурой до 10 градусов, плюс это дороже гораздо, поэтому, конечно, по весне, я думаю, этот проект начнет реализовываться на территории Тольской области, и все наши, ну, вот пять усадеб, которые обозначены были, получат интернет. Интернет как для внутренних нужд, но также и для граждан. — Федор Федорович, ну, вот приезд министра, он как-то оценивал уже, может быть, те проекты, которые существуют у нас в Тольской области, интернет? Может, какие-то отдельно отмечал? — Ну, что можно сказать, но положительно было оценено реализация на территории Тольской области проекта ГИЗ ЖКХ. Тольская область входила, один из пилотных регионов был на территории Российской Федерации, и мы там уверенно занимаем первые места по количеству и объему данных, которые вносятся. — На текущий момент проект должен был в промышленную эксплуатацию ввестись с 1 января 2017 года, но вот на текущий момент, скорее всего, срок будет отодвинут на июль 2017 года, в связи с тем, что разрыв между регионами достаточно большой, а его запускать надо именно в рамках масштаба всей страны. — Что он дает жителей? Первое — все взаимоотношения с управляющей компанией можно с помощью онлайн. Проводить собрание собственников жилья, которое легитизирует, соответственно, является законным основанием. Можно проводить онлайн, если жители... Причем можно даже это дробить, часть собирается, как говорится, во дворе. — Остальные, кто не желает, прикладываются протоколы, они под ним также расписываются с помощью аккаунта ЕСИ, это простая электронная подпись, и высказывают свое мнение по тому или иному вопросу. — Оставлять жалобы на действия управляющей компанией, взаимодействовать с государственной жилищной инспекцией. — Колоссальный набор функций, который позволит эффективно взаимодействовать. Я думаю, рынок ЖКХ достаточно сильно от этого улучшится. Плюс одно из моментов, если гражданину, согласно закону ОГИЗ ЖКХ, если гражданин не увидел с момента введения ее в промышленную эксплуатацию начислений на квартплату, он может их не оплачивать, и после того, когда компания разместит проценты за неуплату с него, даже не имеют права требовать. Поэтому это тоже такой момент достаточно интересный. Гражданин должен видеть деятельность управляющей компанией, вообще рынка ЖКХ должна стать прозрачнее. Основная цель проекта ГИЗ ЖКХ. Следующий, где была отмечена очень хорошо Тульская область, мы второе место занимаем среди субъектов Российской Федерации по доле граждан, зарегистрированных в ЕСЕ. Более 59% населения старше 14-летнего возраста зарегистрировано на портале госуслуг на территории Тульской области. Активно пользуемся? Активно пользуемся. У нас очень много сервисов полезных, записи на прием к врачу, электронный журнал-дневник, услуги ЗАГСа достаточно также у нас. Узная результаты ЕГЭ, особенно очень нравится школьникам, они у нас узнают результаты за 2-3 дня до того, как они вывешиваются на официальном портале. С помощью портала госуслуг каждый школьник может увидеть свой результат. Он не увидит результат класса, но свой он может заранее уже увидеть. Поэтому, ну и много-много, у нас более 160 услуг на региональном портале выведено, также на федеральном, поэтому с каждым днем мы перерабатываем, стараемся, чтобы услуги максимально удобно получались, для граждан вызывали меньше вопросов при их получении. Меньше минуты у нас остается, коротко о тех, может быть, проектах, которые на 2017-2018 год намечены. Безусловно, в сфере интернета дальнейшая реализация проекта устранения цифрового неравенства. Также мы будем, как я уже обозначил, строить телекоммуникационные сети до медицинских организаций самого низшего уровня, фельдшерских и акушерских пунктов и амбулаторий. Далее, безусловно, мы будем продолжать развивать систему информационную в сфере образования, в сфере медицины, ну и будем выводить новые услуги, безусловно, на портал и к услугам делать новые сервисы, удобные для граждан. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Надеюсь, это наша с вами не последняя встреча. Спасибо большое, это была программа «Особое мнение». Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok